Вы слушаете подкаст «Чтобы стать эрудитом». Здесь мы расскажем, как достучаться до ленивого мозга и сделать его активным. С вами Анна Писаревская, автор образовательного канала Петровна Ченнел. Этот подкаст мы делаем в студии RedBarn. В этом эпизоде мы с вами поговорим о гениальности. Будем разбираться, в чем ее феномен и может ли каждый человек стать гением. Если верить словарям, то гениальность – это высший уровень функционирования личности в интеллектуальной и творческой областях. И проявляется она в основном в выдающихся открытиях, изобретениях, великих художественных произведениях и тому подобном. То есть можно сказать, что это что-то сверхчеловечное и сильно выделяющееся. В бытовом применении гениями часто называют людей, которые просто хорошо делают свою работу. Поэтому стоит четко очертить разницу. В отличие от большинства талантливых, профессиональных и умных людей, гений создает качественно новые творения, достигает революционных интеллектуальных результатов. Поэтому гениев в чистом виде не так уж много, как кажется. Однако в любом случае само понятие гениальности скорее социальное, чем биологическое. В истории человеческой цивилизации известны периоды расцвета военного дела, живописи, эпохи взлета точных наук и литературы. В первую очередь эти периоды объясняются востребованностью обществом гениальности определенного рода. Вне общества как будто бы невозможно оценить степень гениальности и ее наличие. Это во многом объясняет тот факт, что нет единого мнения, откуда вообще берется гениальность и можно ли намеренно стать гением. Какое-то время гениальность активно изучали генетики. Была одна невероятно популярная статья Фрэнсиса Гальтона, двоюродного брата Чарльза Дарвина. Он уверенно рассказывал, что гениальность это вообще-то генетическая особенность, передающаяся по наследству. И что нам нужно спасать наш человеческий вид путем скрещивания и целенаправленного размножения гениальных людей. На почве работ Гальтона появилась даже новая наука – Евгеника. Просуществовала она, надо сказать, не очень долго, несколько десятилетий, и впоследствии совершенно дискредитировала себя, попав в руки идеологов нацистской Германии. Далее генетики и вовсе открестились от изучения гениальности, и эти исследования перешли в область социальных и гуманитарных наук, где до сих пор и остаются. Но и по сей день есть большое количество различных теорий, экспериментов и гипотез о природе гениальности. Давай попробуем разобраться, что же из этого больше похоже на правду. Рассуждая о природе гениальности, невозможно не вспомнить нашумевший когда-то эксперимент про 10 тысяч часов. Однажды шведский психолог Андерс Эриксон вместе с двумя коллегами провел исследование в Берлинской академии музыки. Студентов-скрипачей разделили там на три группы. В первую вошли звезды, потенциальные солисты мирового класса, такие вот классные ребята. Во вторую – те, кого оценили как перспективных. И в третью – студенты, которые вряд ли могли бы стать профессиональными музыкантами. Всем участникам задали один вопрос. Сколько часов вы практиковались с того момента, как впервые взяли в руки скрипку, и до сегодняшнего дня? Результаты опроса показали, что начали играть все примерно в возрасте около пяти лет и с одинаковой частотой. А потом, со временем, количество практики стало очень сильно отличаться. Самые успешные студенты, оказывается, практиковались значительно больше остальных. К двадцати годам у них набиралось до десяти тысяч часов занятий. В багаже средней группы было около восьми тысяч часов, а у самых отстающих не более четырех тысяч. Но что крайне любопытно, среди опрошенных Эриксон не нашел ни одного человека, который добился бы высокого уровня мастерства, не прикладывая к этому особых усилий и упражняясь меньше сверстников. Также не было и тех, кто вкладывался изо всех сил, но не вырвался вперед просто потому, что не обладал нужными качествами. Есть над чем подумать, правда? И да, эксперимент выглядит весьма убедительно, но он все равно подвергся критике. Самый главный его недочет – это, конечно, сами респонденты. Ведь студенты уже были отобраны приемной комиссией, как способные к учебе в довольно престижной академии музыки. То есть выборка изначально была не среднестатистической. Поэтому и выводы, что любую деятельность можно освоить до гениального уровня за 10 тысяч часов, стоит, конечно, дополнять всякими оговорками про предрасположенность, условия и т.д. То, что мы называем талантом – это, скорее, результат сложного переплетения способностей, благоприятных возможностей и случайно полученного преимущества. Да, занимаясь чем-то очень долго и упорно, мы однозначно увеличиваем вероятность удачи и действительно тренируем свой мозг выполнять задачу все лучше и лучше. Но дело ведь не только в практике. Где же тогда в таком случае спрятан этот секрет уникальности гениального разума? Одно можно сказать совершенно точно, что сознание у гениев действительно отличается, и устройство нейронных сетей мозга тоже. Например, анализ мозга Альберта Эйнштейна, проведенный в 1999 году, показал, что мозг этого великого ученого был немного меньше среднего. Однако части его теменной доли были шире, чем у большинства людей. Плюс в теменной доле Эйнштейна также почти не было трещины, обнаруженной в мозге большинства людей. Аналитики в связи с этим предположили, что отсутствие трещины означает, что различные области его мозга могут иметь лучшее сообщение между собой. И поэтому он был таким умным молодцом. Как самураи защищали своих даймё и сюзеренов, так и программисты стоят на страже кода, благодаря которому работают приложения, открываются страницы сайтов и запускаются новые проекты. Стать самураем сейчас гораздо сложнее, чем когда-то в Японии, но стать востребованным IT-специалистом можно уже сегодня. Поможет в этом Kata Academy. Kata не просто обучает своих студентов, а готовит бойцов и востребованных Java и Frontend специалистов за максимально короткий срок. Актуальный стэк технологий, работа в команде, отличное знание теории, находчивость и умение учиться – те качества программиста, которым ты точно научишься у Kata Academy. А для большего погружения в самурайскую технику обучения мы зачитаем хоку – традиционное японское стихотворение. Объективная критика и обратная связь от нескольких сенсеев. Усвоен самураем материал. Если вы давно ищете способ поменять сферу деятельности и у вас есть интерес к программированию, то нужно только одно – мотивация поступить в Kata Academy, где каждый найдет себе занятие по силам и по душе. Школа создала модель обучения, которая дает возможность сменить специальность на востребованную, независимо от дохода и бэкграунда. Результат обучения может быть только один – трудоустройство в IT. Это гарантировано по договору, как и оплата за результат, то есть после старта на должности разработчика. Большие изменения не бывают простыми, но в Kata Academy знают, как найти первую работу IT. Ссылка в описании. Идем дальше. Гальтон Ламброзо в своей книге «Гений и безумие» сравнивал гениальных людей с душевнобольными. Да, Ламброзо не считал гениев сумасшедшими в житейском понимании этого слова. Он лишь указал сходство механизма мышления гения и безумца. Ламброзо утверждал, что самые выдающиеся идеи великих мыслителей рождаются внезапно и развиваются столь же бессознательно, как и необдуманные поступки помешанных. Только результат, конечно, у них очень сильно отличается. Кроме этого, гениальных и сумасшедших деятелей искусства объединяет еще и охота к перемене мест, желание постоянно переезжать, часто менять профессии и специальности. Также Ламброзо приписывал сумасшедшим и гениям болезненную впечатлительность, одинаковую, хоть и разнонаправленную, оригинальность мышления, грандиозность творческих идей, развитую интуицию, повышенную чувствительность и тому подобные сходные особенности психики. Утверждения же, что у всех гениев точно имеются проблемы с психикой, с эмоциональной сферой, ну, на самом деле ошибочны. Да, жить в мире, где твой образ мышления сильно отличается от всех, это весьма непросто. И у некоторых широко известных гениев были действительно расстройства, но прямой взаимосвязи психических патологий и гениальности, вероятно, нет. Многие ученые утверждают, что гениальность – однозначно врожденное понятие. Но есть и те, кто считают, что гениальность или хотя бы талант можно в себе вырастить. Например, Владимир Павлович Эфреймсон, советский генетик, писал, что решающий фактор гениальности – это скорее целенаправленная мобилизация мышления, и что сознательной работой личности можно компенсировать недостаточное влияние среды, условия и прочие факторы. И даже если вдруг в реальности окажется, что это его гипотеза, это его представление не до конца верное, то я думаю, что верить в это очень даже полезно и эффективно. Ведь как часто нам хочется списать все на то, что у меня нет возможностей, у меня недостаточно хорошие условия, а вот если бы я был где-то там, имел что-то там, то тогда бы у меня все получилось, а сейчас вот нет. И запутывая самих себя мыслью о том, что мы чересчур сильно зависим от условий, мы лишаем себя возможности развиваться дальше и использовать те обстоятельства, которые есть у нас сейчас. Поэтому лучше я буду верить в то, что сознательная работа с мышлением, сознательные волевые решения могут привести меня к достаточно высоким результатам, к значительному развитию моих способностей, чем если я буду просто опускать руки и думать, что все тлен, что это все неправильная генетика, плохое детство и так далее. Ведь, как говорят, ответ на незаданный вопрос всегда нет. А я думаю, что нам бы очень хотелось хоть иногда слышать в ответ от реальности «да». Поэтому я приглашаю тебя подумать над тем, какие возможности для развития, для улучшения своих способностей есть у тебя сейчас. И раз уж ты слушаешь этот подкаст, то весьма вероятно, что ты уже на верном пути. Оставайтесь любознательными и не бойтесь учиться новому, сколько бы вам ни было лет. Слушайте наш подкаст, чтобы поближе познакомиться со своим удивительным мозгом. А с вами была Анна Писаревская. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok